МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия. События недели. С вами Марина Конодакова. И сегодня в нашем выпуске. За неисполнение поручений президента жесткий спрос. В Хакасии побывал вице-премьер Дмитрий Козак, который напомнил республиканскому правительству, чем грозит срыв сроков сдачи домов для погорельцев. Чексу ВК заверяет в своей экологической благонадежности. Проект завода по производству металлического марганца проходит все необходимые экспертизы, а ее выводы будут представлены широкой общественности. Как бороться с дефицитом лекарств для льготников? Минздрав вновь призывает жителей республики к сознательности. Об этом интервью эксперта нашей программы помощника министра Михаила Мальгина. По улицам героев корреспонденты ГТРК Хакасия продолжают рассказывать о наших земляках, чьи имена увековечены на картах городов и сел. Новые друзья и море впечатлений. В Аскизе на ура прошел юбилейный молодежный форум Этнова-2015. 22 дня осталось до 1 сентября, когда должно быть готово жилье для погорельцев. 1108 домов. Осилить такой объем за 4 месяца – практически невыполнимая задача, за которую взялись власти Хакасии. Вице-премьер Дмитрий Козак, который на этой неделе лично проверил ход работ, признался, что поначалу испытывал скепсис. По силам региону исполнить поручение президента. Поездка в Бейский район изменила его мнение, однако ряд указаний правительство республики все же получило. На новом участке и работать хочется. Александр Дельман принялся за строительство гаража. Вместе с женой он один из новоселов на улице Степная, где возвели дома для погорельцев. Жилье в 54 квадрата полностью отделано и готово к заселению. Именно его решили показать Дмитрию Козаку. Своего хорошего настроения в предвкушении новоселья хозяйка не скрывала. Вы уже заселяете, да? Да, мы уже скоро будем сюда паласы, мебель завозить, а там как раз вода будет, свет будет, и сразу в первый день, как это все будет, мы уже тут. А что касается оборудования, кухонного и так далее, как вы решаете? Нет. Сами решите? Ну, нам сказали, что не будет ни плит, ни чего, но мы купим свою, как бы газовую. Только нуждающимся. Мы в нем. Какую компенсацию вы получили денежную? На двоих 220 тысяч. Чьей же компенсации была? Вот как бы они у нас хранятся сейчас, как только так с этих денег будем покупать мебель. Сохранили деньги? Да, конечно. Не гуляли? Нет. Дмитрий Козак того и ждал, чтобы от простых людей узнать, как идет большая стройка в Хакасии. По отчетам правительства все работы идут по плану. И к первому сентября те, у кого не было проблем с документами, смогут справить новоселье. Сейчас, когда до дня Х остались считанные недели, больше всего этого хотят сами погорельцы. То есть вот беспокоят все-таки сроки, да? Ну, конечно, да. Все, что касается предоставления самих качеств, самих домов, площади домов и так далее. Ну, качество дома, между прочим, каждый дом. Вот мне тоже дом строят. Я с самого начала за строителями смотрю. Мне что-то не нравится, меня что-то не устраивает. Мы сразу со строителями поговорили, и сразу все это исправляется, например. Из-за того, что еще не все пострадавшие доказали свое право на помощь государству, часть домов в том же Новокурске строится без договоров, под честное слово подрядчика. Ожидается, что в ближайшие 10 дней вопрос будет закрыт, и по всем оставшимся домам будут заключены контракты с Минстроем России. Вице-премьер призвал решать вопрос быстрее. Вот эти 20 домов, так сказать, они по чьей ответственности строятся? Кто их строит? Их строит генеральный подрядчик. Мы их также контролируем, в графиках ведем. За свои деньги? То есть неформальные отношения? Ну, так получается? Да, конечно. Я еще раз говорю, важны не ваши отношения, хотя тоже важны, так сказать, с Минстроем, когда речь идет о федеральных генерах. Важнее организация работы, управления строительным процессом, а без заключения контракта с подрядчиком. Вот это под честное слово, неформальные отношения, мы их контролируем. После поездки по Бейскому району прошло совещание в правительстве. По его итогам, республиканским властям указано наращивать темпы и увеличивать число строителей на объектах в проблемных Ширинском и Бейском районах. Вице-премьер надеется, что республика успеет к обозначенному сроку, однако напомнил об ответственности за неисполнение поручения президента. Регион будет обязан вернуть все субсидии из федерального бюджета. То есть финансовая ответственность, договорились о том, что зафиксировано в соответствующих контрактах, зеркальная ответственность в полном объеме ложится на подрядные организации. Несмотря на сложность проекта, эти обязательства должны быть взяты, должны быть выполнены, что называется, договор дороже денег, и ответственность будет всех неотвратимой. Мы должны тоже это понимать. Пока, исходя из тех заверений, которые на финальной стадии реализации проекта, я сегодня услышал, есть надежда, что такие меры ответственности применены не будут. Кроме того, компании, не выплатившие обязательства, выплатят штраф в размере 10% от суммы контракта. Впрочем, ответственность не ограничивается сроком 1 сентября. Если в построенных домах будут обнаруживаться дефекты, строители будут обязаны их устранить за свой счет. Сами же погорельцы всерьез задумались о своей безопасности. К примеру, Валерия и Александр, потерявшие 12 апреля двухэтажный коттедж, теперь намерены застраховать свое жилье. И еще одна деталь восстановительных работ. Несколько десятков домов не удастся сдать к намеченному сроку. Их достроят только к 1 октября. Дело в том, что решения федерального правительства о помощи погорельцам не раз менялись. Из-за чего часть людей получила право на жилье в большей площади, чем первоначально. А стройка уже шла. Дома стояли со стенами и крышей. Так что теперь новоделы необходимо перестраивать. Вот что по этому поводу говорит руководитель компании, которая является генподрядчиком по Бейскому и Алтайскому районам. В зоне нашей ответственности это где-то порядка 20 домов, по которым изменилась квартирография в сторону увеличения. Ну и, наверное, 2 или 3 уменьшилось, наоборот, уменьшилось. То есть предпринимаем разные действия. То есть достраиваем, если есть такая возможность техническая. То есть надстраиваем второй этаж, опять же, если есть такая возможность техническая. То есть некоторым категориям, ну у нас были дома построенные, несколько домов были построены впрок, грубо говоря. То есть производим какие-то обмены. Мы не будем там идти до какого-то 1 октября. То есть мы планомерно каждую неделю будем сдавать сейчас дома. То есть никто их не привязывает там к 20 августа или 1 сентября. Каждую неделю мы должны сдавать дома, сдавать и сдавать. Будет ли построен завод по производству металлического марганца в Туиме? В ближайшие месяцы это определит независимая экологическая экспертиза. Производство марганца стратегически важно не то, что для Хакасии, в целом для страны. До сих пор мы его покупаем за границей. Авторы проекта уверяют, завод максимально безопасен для природы и населения. Более того, предприятие вдохнет новую жизнь в умирающий Туим. Ну а пока экологи делают оценки, Константин Кравцов узнал мнение жителей, властей и бизнесменов. 2,5 километра на северо-запад от границ Туима. Если забраться повыше на гору, отсюда отлично видно сам поселок. Ну а вот она, площадка для строительства Туимского завода по производству металлического марганца. Кстати, он единственный в своем роде. Подобных до сих пор нет в нашей стране. Впрочем, пока все это лишь на бумаге. Заслуженный геолог России Александр Литвиненко рассказывает с блеском в глазах. Проектная мощность предприятия – 80 тысяч тонн марганца в год. Это как закрытый мини-город. Своя котельная, вахтовый поселок, водоемы. Естественно, предприятие опасное во всех смыслах, как вся металлургия. Однако подобных ему в плане экологичности в Хакасии, пожалуй, нет. Полностью система будет замкнута. Более того, здесь будет вот, вот здесь вот ниже шламохранилища, будут предусмотрены даже пруды-отстойники для сбора атмосферных осадков. Вот. И для того, чтобы вот эту воду даже, атмосферные осадки, которые будут сливаться, собираться с территории завода, они будут использоваться в производстве. Сливов никаких вообще не предусмотрено. Сливов не будет. Вообще. В целом же весь этот марганцевый проект куда более масштабнее одного завода в Туиме. Компания Чексу ведет разработку Усинского месторождения в 100 километрах от поселка. Это уже Кемеровская область. Там же планируется создать обогатительную фабрику. Завод – последнее звено цепи. С помощью электролиза и будет получен тот самый 25-й элемент периодической системы. Карбонатная марганцевая руда Усинского месторождения состоит в основном из радохрозита и манганокальцита. Состав марганцевого компонента в недрах 19,2%. В концентрате марганцевом, который будет поставляться на туимских завод, содержание марганца будет составлять 27%. И вот из такого материала будет производиться металлический марганец. Сегодня один из мировых флагманов в производстве металлического марганца – Китай. В Поднебесной расположено более 130 заводов. Однако качество сырья уступает нашему месторождению. В реализации проекта именно китайцы выступили подрядчиками. А еще Китай готов стать основным покупателем. Впрочем, ставка здесь делается именно на внутренний рынок. Пока же Россия закупает марганец в Африке, Казахстане и на Украине. Проект действительно стратегически значимый для страны. Это единственное месторождение марганцевых руд, которое будет в ближайшей перспективе разрабатываться. И данный проект включен в стратегию развития методургии до 2030 года. Наша производственная мощность – 80 тысяч тонн – позволит покрыть всю потребность России в металлическом марганце. Текущее потребление – около 50 тысяч тонн. Прогнозное – доходит до 60 тысяч тонн по году. Если рассуждать в местном масштабе, то им – увядающий поселок, работы нет, люди бегут, бросая жилье. По мнению властей и предпринимателей, новый завод, возможно, станет шансом на жизнь. Возможно, последним. Только налоговых отчислений в бюджет республики более миллиарда рублей от заочек, су, плюс социальные обязательства. Это строительство жилья, это развитие и ремонт школы, это на сегодняшний день у нас практически больница закрывается, опять будет востребована больница, будет отремонтировано, будет стоять оборудование. То есть будущее в Туиме очень большое. Поселок Туим у нас, поселок Металлургов, когда-то там проживало 12 тысяч человек, сегодня осталось 4,5. Причина одна сегодня – нет работы. Завод по обработке цветных металлов стоит, его реанимировать невозможно, и нам сегодня Бог дал месторождение марганца под Боком. Что касается рабочих мест на заводе, привлечь планируется более тысячи человек. Для подготовки кадров Чексу готова даже организовать учебу в Шара. Вот и перспектива для молодежи. Конечно, обо всем этом строительстве и речи бы не шло без поддержки местных. В большинстве люди только за. У нас перспективы нету на работу больше. Ну куда люди будут работать? Некуда. Все распалось, только за завод. Мы даже рады. Люди все ждут этого дня, когда начнется работать завод, когда начнется стройка, когда строить начнут дорогу на марганец. Вот это все ждут люди. Насчет вреда, я думаю, 21 век, технологии уже на таком уровне, что уже не будет такого, что вылетать грязь, грубо говоря, из завода будет на наши головы. Обещать можно многое, но не знаю, как оно будет сделано. Так или иначе, все предварительные экспертизы еще проводятся. Если все будет одобрено, строительство Туимского марганцевого завода начнется уже в конце года. Сдать под ключ китайские подрядчики обещают его через 45 месяцев. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вестих Акасья. События недели. Если в Туиме кто-то сомневается, нужен ли им новый завод, то жители Вершины и Теи знают, каково это остаться без работы. Рудник не работает с весны, а с недавних пор предприятие стало задерживать обещанные две трети от зарплаты. Рабочие пригрозили голодовкой и добились своего. На этой неделе долги им начали возвращать. Однако худшее впереди. Осенью ожидаются новые сокращения. Об этом руководство компании «Руда Хакаси» откровенно заявило на встрече с горняками. Подробности в следующем репортаже. Вот смысла нету, давай, честно говоря. Пусть нам наши работодатели это пообещают. Нет, ну вот Елена Ивановна прокурориста сидит. Ну и да, что погашение вы нам говорите конкретно. Да, кстати, вот давайте так. И все. Уверенных в том, что в голодовке все же есть определенный смысл, к сегодняшнему дню осталось четверо. Акцию протеста начать они не успели. Руководство сразу же озвучило то, чего ждали люди. Я думаю, что все-таки на этом мы с этим вопросом поставим точку. Вчера была отправлена сумма 8 миллионов 137 тысяч рублей. Это заработная плата за июнь. До 15-го числа, как обещал нам Игорь Наск, до 15-го рассчитаться, первый приоритет – это зарплата всех сотрудников. Повторяю, и те из сотрудников, в первую очередь, и Абазар, и МОК. За огруженной продукции на все заработные платы достаточно. А что дальше? Неснятым остается вопрос о сокращении. В рамках оптимизации люди сегодня получают уведомления, что с 1 октября останутся без работы. Перезаключат договоры уже не со всеми. Впрочем, под вопросом сегодня и сама судьба рудников. Адекватные цены на концентрат для республики добиваются уже на самом высоком уровне. Договаривается с Евразом рабочая группа во главе с Минпромторгом России при участии правительств Хакассии, Кемеровской области, профсоюзов и антимонопольщиков. Недавно к судьбе моногородов привлек внимание председатель правительства России Дмитрий Медведев. И этот момент уже прописан в договоре, что внушает некоторый оптимизм. Я уверен в том, что до конца августа будет принято положительное решение, потому что все факты, доказывающие наши сельскохозяйственные, у нас произведены независимые оценки институтов и наши факты. И сюда мы готовы принимать завтра, уже послезавтра приезжают сотрудники Евросхолдинга, которым мы готовы все открыто показать. А пока поселок пытается научиться жить без рудника. Местные власти готовятся к зиме, которая уже сейчас, понятно, будет непростой. В ближайшее время в вершине Тёй будет введен режим ЧАЭС. Это позволит до морозов успеть освоить обещанной республикой 15 миллионов рублей. На самом деле проблем очень много. И без помощи правительства мы этот вопрос никак не решим. Вот на сегодняшний день 7 миллионов 200 по тендерам есть подрядчики, которые работу по воде проводят, по ремонту трубопров, так скажем. Но у нас есть вопросы по котельной и по кабартику, по подъему воды. Если проводить тендеры, мы просто уйдем в глубокую осень. Надежда умирает последней. Но будем надеяться, что в очередной раз нас не обманут. Все-таки прилюдно. Мы хотели бы верить в то, что все наладится. Но даже наши активисты, те, которые сегодня объявляли голодовку, даже они поверили, они народ недоверчивый. Мы оставили за собой право. Мы сказали, что пока мы прекращаем голодовку, но мы не снимаем себе право опять заявить на голодовку и сесть на нее. Почему? Потому что если работодатели, тут все исполнительные органы, все государственные органы присутствовали, если они не являются гарантами, то, извините за выражение, тогда зачем они вообще нужны тогда? Завтра представители Руды Хакасии встретятся с граниками Абазы. В этом городе тяжелые финансовые проблемы, из-за которых власти идут на отключение света в учреждениях культуры и приостановку работы общественного транспорта. Что может предложить Абазе руководство градообразующего предприятия и устроит ли это абазинцев? Смотрите в нашем завтрашнем выпуске вестей. К другим темам. Уже месяц как действует ужесточение наказания за езду в пьяном виде. И как показала практика, перспектива сесть в тюрьму не очень-то пугает злостных нарушителей. По данным прокуратуры, за первый месяц в Хакасии возбуждено 62 уголовных дела по фактам повторного управления автомобилем в нетрезвом состоянии или отказа от медосвидетельствования. Нарушителям грозит лишение свободы, а также штраф, который в некоторых случаях может составить от 200 до 300 тысяч рублей. Хотя пьяных за рулем попалось немало, эксперты убеждены, ужесточение наказания повысило безопасность на дорогах республики. По данным той же прокуратуры, в этом году преступлений, результатом которых стали тяжкие ДТП, стало меньше. И, соответственно, на дорогах людей стало погибать меньше. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Как сделать так, чтобы лекарств для льготников было достаточно? Над этим постоянно думают в Минздраве Хакасии. Впрочем, новых рецептов не придумано. И чиновникам от медицины остается лишь взывать к сознательности людей. Об известной проблеме и путях ее решения моя коллега Наталья Чудина поговорила с помощником министра здравоохранения Михаилом Мальгинем. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Начнем, наверное, наш разговор с цифр. Сколько сегодня у нас в Хакасии получает человек льготные лекарства? Чуть более 49 тысяч, если быть точным, 49 тысяч 200 человек получают льготные лекарства. У нас есть так называемые федеральные льготники и те, кто пользуется региональной льготой. 11,5 тысяч у нас – это те, кто пользуется федеральной льготой, это инвалиды по заболеванию. И 37 с небольшим тысяч – это те, кто пользуется региональной льготой. Там есть и инвалиды, и неинвалиды. Те, кто имеет право пользоваться льготными лекарствами в силу своего заболевания. Как в этом году происходит лекарственное обеспечение? Какая сумма выделена на лекарства? На 2015 год у нас выделено 110 миллионов рублей на федеральных льготников. И почти 190 миллионов – это средства регионального бюджета на региональный льготник. То есть практически 350 миллионов рублей у нас на обеспечение льготными лекарственными средствами. Какая сумма уже потрачена и вообще как у нас обстоят дела в аптеках? Мы в этом году из 110 миллионов, которые нам выделил федеральный бюджет, на 100 миллионов уже наторговали лекарства. Практически уже на сегодняшний день у нас 57 с лишним тысяч рецептов отпущено для федеральных льготников. У нас есть запасы. На оставшиеся 10 миллионов мы еще докупим лекарства. И у нас захватит их до конца года, чтобы обеспечить все 11,5 тысяч рецептов наших федеральных лекарственными средствами. Это наши обязательства. Что касается региональных льготников, то на сегодняшний день у нас уже наторговано на сумму, заключено контрактов на сумму 197, почти 200 миллионов рублей. И практически 138 тысяч рецептов уже обслужено. То есть мы оставшиеся деньги до конца года освоим и по возможности обеспечим региональных льготников. Но у нас там есть проблемы. Почему эти проблемы возникли? Проблемы возникают у нас уже не первый год, когда сегодняшнее законодательство дает возможность пользоваться два раза одним и тем же правом. Правом получения льготных лекарств. Федеральные льготники отказываются от получения лекарств в пользу получения денежных средств, но при этом затем обращаются к нам, чтобы за счет регионального бюджета получать лекарство. Поэтому у нас постоянно растет число региональных льготников, куда переходят в том числе и федеральщики, которые отказались от федеральной льготы. Но пока так устроено наше законодательство, оно дает такую возможность. Но тем не менее мы каждый год говорим тем, кто имеет право на федеральную льготу, до 1 октября это право подтвердить свое. Если они отказывались, то нужно написать заявление в пенсионные фонды, подтвердить право на то, чтобы получать оготное лекарство или вообще пакет социальных услуг. Тогда у нас количество федеральных льготников будет расти, соответственно от этого будет зависеть количество средств, финансовых которых мы получим из федерального бюджета. Но 1 октября это знаковая дата, так скажем. А почему именно эта дата? Ну так предусмотрено законодательством. Каждый год все, кто имеет право на набор социальных услуг по закону, они на 1 октября должны подтвердить. То есть если они не отказывались, то по умолчанию за ними все сохраняется. Если они в свое время отказывались от какой-то части этого набора социальных услуг, туда же входит не только лекарственное обеспечение, туда входит проезд, туда входит и санитарно-курортное обеспечение. Ну, некоторые граждане в силу, так сказать, своего понимания отказываются от этого, то есть в пользу получения денежных средств, то есть компенсируются деньгами. Но на сегодняшний день все, что касается лекарственных средств, они получают 714 рублей компенсации в случае, если они отказываются от получения лекарств в натуральной форме, то есть в виде лекарств. Ну, а средний рецепт сегодня у нас по республике Хакасия более 1600 рублей в месяц. Поэтому если вдруг понадобится приобретать лекарство на 714 рублей, они не смогут себя обеспечить лекарствами. Но у нас от получения бесплатных медикаментов зачастую отказываются тяжелобольные граждане, которые нуждаются в постоянном лечении. Вообще, почему так происходит? Мы, конечно, общаемся с пациентами, разговариваем на эту тему. Ну, как правило, ответ такой. У меня очень маленькая пенсия, и 714 рублей, которые я буду получать дополнительно в месяц, будут иметь некую прибавку к моей пенсии. Но когда у человека случается заболевание или ухудшение, он идет в аптеку и пытается купить, он говорит, а как же так? Мы говорим, ну вы же отказались. Хотя на сегодняшний день у нас есть пациенты с тяжелыми заболеваниями, которым мы в месяц получаем лекарств на 50 тысяч. Ну, бесплатно. К примеру, онкологические заболевания. Больные с бронхиальной астмой, у которых сегодня, так сказать, пакет лекарств месячный составляет 3-3,5 тысячи. Но возможно даже вот на уровне республики разграничить списки федеральных и региональных льготников, или это только законодательство российское должно меняться? Только законодательство российское. Мы у себя на уровне региона не можем принять какой-то законодательный, хотя мы обращались в Верховный Совет, но в Верховный Совет комитет работал над этим. Были обращения в другие органы законодательные. Я знаю, что в Госдуме есть тоже пакет документов на этот счет, где рассматривается, как устранить вот такой пробел или двойное чтение законодательства. Очень интересовалось, сейчас активно работает движение Народного фронта. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, может быть в этом году, может на осенней сессии этого года Госдума обязательно рассмотрит этот вопрос. Но нам, Минздраву, выгоднее, чтобы все-таки федеральные льготники сохраняли свои льготы. Мы же врачи боремся за то, чтобы пациент принимал лекарства. А когда он за 714 рублей он не купит, он их принимать не будет. Ему станет этого хуже, он придет к нам все равно. А нам бы хотелось, чтобы он получил и регулярно их принимал. Вот это самое главное. Это первое. Потому что, как говорится, за деньги здоровье не купишь. А когда мы даем лекарство, мы говорим, пейте, и у вас будет жизнь гарантированно продлена, сколько отпущено, как говорится. Поэтому это самое главное. Ну, а с точки зрения бюджета республики, всех жителей, это же ложится бременем на весь бюджет, на нас, налогоплательщиков, республики Хакасия. У нас постоянно растет количество региональных льготников, которые получают средства за счет нашего регионального бюджета. Значит, мы от чего-то эти деньги забираем и отдаем в виде лекарств тем людям, которые уже получили деньги, но еще и хотят лекарств. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. А сейчас очередная серия проекта ГТРК Хакасия, посвященная юбилею Великой Победы. Сегодня мы поговорим о Михаиле Егоровиче Доможакове, который не жалел своей жизни на войне, а в мирное время не жалел сил и труда для благополучия страны. Его имя увековечено на картах республики. По улице Доможакова прогулялась Анна Ахпашева. То, что война кардинально меняет судьбы людей, неудивительно. Удивительно, как с четырьмя классами образования, работая чабаном в поле, а затем путевым обходчиком на железной дороге, оказавшись на фронте, не просто выжить, а стать настоящим разведчиком, повести за собой отряд, побывать в тылу у врага. В сентябре 43-го красноармеец Михаил Доможаков в составе Пирятинской стрелковой дивизии одним из первых переправился через Днепр. Он не только разведал координаты противника и передал их в штаб, а заодно и пулеметный расчет уничтожил. За проявленное мужество и героизм 28-летнему хакасскому парню присвоили звание Герой Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 45-м Михаил Егорович вернулся на родную землю и к мирной работе в совхозе Аала Черков Устебаканского района, став одним из самых почетных жителей села. Не забыли Герой Доможакова и в Абакане. В январе 1993 года постановлением администрации города Абакана были названы новые улицы в 9-м живом районе. В том числе была названа улица имени Доможакова Михаила Егоровича. Улица небольшая, согласно интернет-картам, на ней 16 домов, но на месте найти ее оказалось довольно трудно. Михаила Егоровича не стало в феврале 1993 года, спустя месяц после того, как одна из улиц получила его имя. И вполне возможно, еще при жизни он узнал, что навсегда вписан в историю Абакана. Остатки легендарного гуннского дворца нашли в самом центре республиканской столицы. Строители, которые укрепляют фундамент гостиницы «Абакан», нашли черепицу с крыши древнего сооружения. Скорее всего, ее использовали в качестве заполнения фундамента гостиницы, построенной в начале 40-х годов. А останки самого дворца были обнаружены в 1940 году во время раскопок около села Чапаева. По одной из версий, роскошное сооружение было построено для китайского полководца, по другой – для гуннской принцессы. Так как его крыша составляла до 2000 квадратных метров, черепицы было так много, что ее не только разобрали разные музеи, но и отдали строителям. В дальнейшем уже музеи, которые принимали участие в раскопках этого дворца, приняли часть находок, в том числе и черепицы, свои коллекции. Это Минусинский, Красноярский музей, наш музей, государственно-исторический музей. Но поскольку находки были типичными, это вот такой массовый материал, по этому, ну, часть осталась. Черепицу, возраст которой более 2000 лет, использовали не только при строительстве гостиницы. Ее также вымастили Первомайскую площадь и площадь перед Республиканским ДК. Но позже там положили асфальт, и большинство из нас даже не представляет, какая древность находится под ногами. Так что сегодняшняя находка представляет большую ценность для ученых. В Аскизе состоялся юбилейный форум «Этнова-2015». Впервые его провели пять лет назад. За это время, считают организаторы, форум показал себя востребованной у молодежи площадкой. Чем именно «Этнова» привлекает ребят не только из Хакасии, но и других регионов, смотрите в следующем материале. Александр Данилов занимается кузнечным делом более 10 лет. Любовь к металлу наследовала от прадеда. Сначала был профессиональным ювелиром, затем пришел на кузню. «Этнову» Александр приехал из Якутии, чтобы показать, как из руды получается железо, а затем национальные якутские ножи. На память участников мастер-класса «Сувенирные монеты», изготовленные кузнецом за считанные минуты. Вложится сюда заготовка, собирается эта конструкция. Можно чуть подальше? Сейчас стукну я. Вот что и получилось. Монетка. Кроме творческих мастер-классов, организаторы подготовили много образовательных площадок. Опытные тренера из разных уголков Сибири постарались преподнести полезную информацию в игровой форме. Пополнить копилку знаний смогли молодые ученые, журналисты и предприниматели. Для меня приятным удивлением было то, что у нас очень разновозрастные участники. И даже оказалось, что одними из самых активных оказались ребята 9-12 лет, которые с мамой приехали. Но они настолько включились в этот процесс, что у них есть уже собственные бизнес-идеи. Многие из участников уже действующие предприниматели, которым форум, тем не менее, помог практическими советами. Например, для Светланы из Абазы был важен опыт проведения такого масштабного мероприятия, чтобы в будущем организовать свой семейный фестиваль. Кроме того, Этнова – это хорошее место для отдыха и возможность найти новых друзей. Приехали люди не просто слушатели, а уже с конкретными задачами, с конкретными вопросами. Это просто дорогого стоит побывать с хорошей командой, с хорошими людьми и с хорошими тренерами. То есть все соединилось воедино. Я очень рада. Каждый год молодежный сбор проходит на новом месте. Белё, баланкуль, база отдыха, жарки. Таким образом, организаторы хотят показать участникам все красоты нашей республики. Но главный итог – это то, что Этнова зачастую становится стартовой площадкой для амбициозной молодежи, которая готова рисковать, притворяя свои бизнес-идеи в жизнь. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова